12 января 2021 года 22 22 уже и перемеря все имеющиеся у меня трубы пришел к выводу явно будет недостаточно и как раз вот здесь у меня уже с помощью соседа получилась двойная изгорать из моей старой рапицы и вот таких труб диаметром 160 миллиметров их как раз можно использовать в качестве трубы дымохода и таковых у меня 7 штук так что как только разморозится у меня будет возможность достать смысле выкопать эти трубы и завершить начатое создание дымохода вот видимо 1 2 3 4 5 6 7 труб таковых каждые по 2 метра это 14 метров мне хватит на все что требуется на две трубы поскольку одна труба будет идти вот они толсты бедные такие конечно надо будет их подрезать заодно рапицы уйдет металлолом в общем придется ждать весны для того чтобы завершить создание тем более такую походу морозную скользкую невозможно даже вытащить не то что вот эти трубы я вам их уже показывал такую мороженую и скользкую фуру вот эти трубы трехметровые почти что извлечь оттуда будет крайне трудно поэтому не буду тратить на них время займусь пока наведением порядка с ящиками которые у меня награждены на втором этаже так чтобы можно было достать банки с сушеными грушами бананами и прочее вот этот таз для того чтобы у него выложить кофе замерзший в ведрах и он сейчас у меня размораживается вот переверну в ведра в таз и перед камином содержимое должно выпасть вот они вот так переворачиваю в таз и дожидаешь того времени когда кофе оттуда сможет выпасть также здесь второе ведро наполовину с кофе ведро с растопливающимся жиром чтобы его можно было вытереть недавно глаза укрикал ну и как видим время 9 35 даже поспать еще успел но теперь займусь этими ящиками частично их нужно переложить чтобы добраться оттуда в обину и извлечь банки с сухофруктами ящики буду переставлять вот сюда в этот проход но переставляя конечно не буду бездельничать умственно слушая живого пастернака время час дня 12 января 2022 года вот я перетащил все банки с сухофруктами которые в этом году заготовлены и в прошлом вернее прошлом году сюда в одно место и как оказалось вот видим здесь 7 банок 4 литровых и еще 8 это 15 4 литровых 5 с фиолетовыми крышками 5 литровых и вот это вот в ведрах и там еще стоят по углам 4 10 литровых емкостей герметично закрытых вот тут еще три полутора литровых с сухофруктами яблок груш бананов овощи клубники в общем все заготовки теперь в одном месте находятся около окна в самом холодном месте как видим картоном я закрыл чтобы на них не попадал свет и сейчас остальные банки также туда под полку перемещу и закрою картоном чтобы не были защищены от света вот у меня тут коробки ну и посмотрим тот порядок который здесь стал вот видим из этого угла я убрал все ящики плотно заставил ими все до потолка и также самое частично ящики перенес вот здесь в это помещение вот тут тоже так что место еще для ящика у нас есть как в качестве дров они представляет довольно высокую ценность вот такие у меня сегодня были до обеда занятия и пора перекусить часть банок которые обращены к свету я установил в коробке картонные и теперь они защищены со всех сторон не только от окна но и от камина от его тепла так что находится в темноте и прохладе ну а часть банок забрал домой для каждого для каждого дневного пользования и камин продолжает сушить мандарины кстати они за эти морозные два дня когда была температура минус 15 насквозь промерзли и теперь храниться будут вечно до размораживания как те мамонты а на ужин меня ждут фаршированные фаршем начиненные фаршем чтобы не быть повторяем перцы и помидоры но подруга ест как всегда по своему а я по-своему а это что перец запеченный а это запеченный перец готовила все в мультиварке в двух пакетиках в течение часа подруга в м м Продолжение следует...